Одним из вопросов, который рассмотрели депутаты на девятом заседании городского совета, коснулся благоустройства. Заместитель главы администрации города, рассказывала Наталья Баранова, рассказала о проделанной работе за 2015 год. Тема вызвала дискуссию. Фильм о том, как прошла программа по благоустройству в 2015 году, рассказал об основных направлениях, в которых велась работа. Содержание и ремонт уличного освещения, об устройстве мест отдыха для детей. Был построен 31 объект, магазины, торговые павильоны, котельные, автозаправочные станции. Среди них крупные сетевые магазины, расположенные на улице Куйбышево и фабричный проезд. Вопросы у депутатов возникли по ремонту дорог. Может быть, полтора-два, и дороги наши здесь скрываются. Я не знаю технологию, кто откуда асфальт получает, но, наверное, это предприятие. С предприятия не надо спрашивать, кто сделал, как сделал. Еще песок, а сверху асфальт. Только так. В пример Людмила Тимофеевна Глиднева привела улицу Аптекарскую, которую ремонтируют каждый год. Она считает, что делать нужно один раз и качественно. Поддержали ее и другие депутаты, которые задали вопрос о гарантийных сроках на проделанную работу по дорогам. У нас очень большой перечень улиц и дорог, которые нам необходимо отремонтировать. И все нужно отремонтировать. Мы говорим, что для этого нужны средства. Вот мы говорим, нам на этот год выделено 33 миллиона рублей. По словам директора Комитета по управлению городским хозяйством Виктора Познякова, на улице Аптекарской производится только ямочный ремонт, потому что 4 года гарантийного срока на нее прошли. А с предприятием, которое делало асфальт по этой улице, ЗАО «Интеграция», был досрочно расторган контракт из-за некачественного выполнения работ. Причем не только на улице Аптекарской, но и на улице Шмаковская. У нас звон паспорт, дорога выдается на 4 года. То есть через 4 года поставщик и неисполнитель гарантии уже не дают. То есть в 84-х лет мы выполняем маячный ремонт. Те дороги, которые не отстаивали через 4 года, на которые появились ямы, там выполняет наш ремонт подрядчик, который делал дорог. Александр Анатольевич Аптекарской обедков выразил свое пожелание по ремонту дорог. Ремонт дорог. Да, у нас зачастую вот эти обочины оказываются выше дорог, поэтому вот слива нет. То здесь вот в качестве дорог должно быть неплохо. Ребята делают асфальтное покрытие, но до конца обочины. Обочина должна быть ниже, чтобы и во время наледей, и во время дождей сливалась вода. Просто вот это вот надо следить за этим. Замечания депутатов, по словам председателя Совета Сергея Свяцинова, будут учтены. Дорожный вопрос требует к себе особого внимания. Юрий Ценин, Алексей Горелкин, Новости, ТВ Рассказу.